Потому что мы же понимаем, что речь не об Украине, мы уже воюем с НАТО, в том числе и физически солдатами НАТО. Я не устаю на всех своих эфирах повторять эту фразу Столзенберга, сказанную им в Бухаресте на встрече министров иностранных дел. Во-первых, потому что это отражает эволюцию западного сознания, понимание, что, говоря словами нашего великого поэта, что нынче лежит на весах и что совершается ныне. Какую роль играет Украина в защите западной цивилизации от варварского нашествия. Столзенберг, и кстати, Столзенберг, мы же понимаем, это дисциплинированный бюрократ. Если он позволяет себе какие-то очень сильные политические, эмоциональные оценки, он понимает, что за этими оценками стоят все лидеры НАТО. Так он сказал тогда, что мы платим деньгами, а украинцы платят кровью. И если украинцы не устоят и Путин преуспеет, то нам придется платить эту более высокую цену. Я думаю, что и это напомнит Зеленский и ту роль, которую играет Украина в этой общей борьбе. Да и я думаю, что прозвучат и слова того же Киссинджера, которого подвергли ожесточенной критике и заслуженной за варианты того, чтобы... До 24-го. Это уже... Это все отвергли, и это уже не серьезно, потому что официальная позиция Большой Восьмерки состоит в том, она закреплена в своем ряде документов официальных, что требование, единственный путь мира – это уход российских оккупантов со всей территории Украины. Но ценность статьи Киссинджера в другом. Он там ставит вопрос, он не ставит, а решает тот вопрос. Вот второй пункт плана Зеленского мира, как мы помним, это гарантия безопасности. Он прямо говорит, что гарантия безопасности – это, конечно, полноправное членство Украины в НАТО. И дело не в том, что НАТО оказывает этим какую-то услугу Украине. Дело в том, что он прямо говорит... Это замечательные слова, тоже я с удовольствием повторю, но потому что я это примерно то же самое говорю несколько месяцев, а то, что я начал говорить Запад, тем более устами такого авторитетного эксперта, он говорит, что уже произошло серьезное геополитическое событие. На карте Европы появилось «мэджи кантри», ну, он скромно «мэджи», я бы назвал «грейт кантри», «великая страна», он сказал, обладающая самой эффективной, ну, он скромнее чуть, одной из самых эффективных и многочисленных армий в Европе. И эта страна, и эта армия выполняют функцию, ради которой НАТО было создано – защитить Запад от нашествия с Востока. Вот, опираясь на такое понимание Запада этой ситуации, Зеленский, конечно, обратится к союзникам с призывом выполнить скромное пожелание генерала Заужного и форсировать этот конфликт. Значит, Байден это нужно, иначе бы он не приглашал его с такой платформой, такой требует. Зачем это нужно? Ну, во-первых, чтобы, не секрет, мы с вами уже, навязываю уже, бах, мы сколько бы, почти год обсуждаем там борьбу двух разных подходов в администрации президента Соединенных Штатов, сторонников победы Украины и сторонников на не допустить поражения Украины. Ну, не будем даже называть имена, все это хорошо известно нашим слушателям. Байден явно симпатизирует Блинкину и Остину, но вынужден был всегда считаться из другой группы, потому что в нее входят целый ряд его коллег по администрации Обама. Ему нужен Зеленский, чтобы закрепить, закрепить вот победу концепции, что наша цель это победа Украины, полное восстановление ее территориальной ценности и ослабление России, гарантии безопасности Украины. Тем более, что эта концепция уже отражена в докринальных документах большой восьмерки. Кошмар, сюр абсолютный. Номер 19 прошло торжественное мероприятие, посвященное нашему земляку. Выпускнику, тогда еще школу номер 6, Бондареву Артему Николаевичу, погибшему во время исполнения воинского долга в ходе специальной военной операции. Сама история связывает поколения между собой. И сама история побуждает нас к тому, чтобы настроить себя таким образом, чтобы даже вопрос не вставал, а надо ли? Надо. Я хотел бы... Сомнений быть не должно. Это Тульская область. Кстати, недалеко от границы с Украиной. Но что? А, фраза «потерь нет», она уже что-то не употребляется. Теперь нет. Надо не то, что потеряно, нет. Наоборот, это геройство. Двинуть кони от украинских хаймарсов. Чтобы наше молодое поколение, равняясь на таких людей, как Артема... Право открыть и первым сесть за парту героя был удостоен ученик 11-го класса Зиборов Денис, победитель и призер региональных и муниципальных конкурсов, фестивалей и соревнований. Вместе с вдовой Артема Бондарева он открыл парту героя. Если честно, я тоже хочу стать таким человеком в будущем, который готов отдать свою жизнь ради защиты Родины. Да. Какой-то одиннадцатиклассник переросток. Кто же хочет? Все хотят в Украину. Умереть. За Родину. Мне кажется, мы должны все-таки здесь вслух сказать, что, во-первых, вы здесь воюете не с НАТО, а только с Украиной. Я сделал большое видео сегодня. Вы многие его уже посмотрели. Кто захочет, может сделать это чуть-чуть позже. Где прям эксперт кремлевский, которого кольки тягают время от времени, так и говорит, что мы воюем с Украиной, а с НАТО нам лучше не воевать. Почему? Потому что если воевать с НАТО, то нам... Капсда. Да, капсда, правильно. Мы тут не материмся на этом канале. Никакой не нормативной лексики. Хай он их в горле перья. Поросте. А той, кто не любит Украину, хай поезде говна. Не говна, а гивна. С чемоданчика Владимира Путина. Вот. И... Да. Чтобы зафиксировать вот это, что они здесь не за Родину воюют. Родина, она где? Она ограничена международно признанными границами. Тот, кто плохо учился в этой школе, как вот этот тут парень из Тулы, который все того. Таких парней много. Я тут слышал мнение от моего, назовем его, другом, или источником, кому как угодно, что как Путину удается удерживать все в этом таком подконтрольном состоянии, что, мол, все хотят на смерть. Потому что одна из причин, что мы-то на 94 тысячи российских солдат поотстреливали здесь, то есть уничтожили, но их никто не забирает. Вот вы наверняка тоже, сейчас в Телеграмм самый такой оперативный источник информации, две недели назад была вот эта страшная история, ну, по такой динамике, когда из украинской хаты на украинской территории выходят российские мобилизованные или дебилизованные, неважно, российские солдаты. Один из них не передумал сдаваться в плен. В конечном итоге все были доказаны и уничтожены ответным огнем. Прошло еще какое-то количество времени, а тела там остались. Просто видно было, что возле этой хаты была съемка сделана снова. Видите, тела, естественно, они начали меняться. Хоть сейчас и мороз, но все равно бывает прессовая температура, но вообще на свежем воздухе, ну, сами понимаете. Этот человек, он, человек, пока он живой, а когда он мертвый, то тело превращается в кусок мяса. И никто его не забирает. И вот здесь нужно отдать должное, допустим, бойцам из Чечни или из других маслиманских республик. Там же такое недопустимо. В принципе, невозможно. Подписывайтесь на канал и не пропускайте новые видео. Пишите комментарии и делитесь с друзьями. Мы также будем благодарны за поддержку нашей работы на Patreon або других удобных платформах. Реквизиты в описании к видео. До новых встреч!